1 июня. Какой праздник? О чем молится Дмитрию Донскому политики и чем ему обязана Москва? Главред. Украина. 1 июня 2018 года. 1 июня отмечается День памяти благоверного великого князя Дмитрия Донского. Благодаря своему браку с княжной Евдокией, который называют образцом христианской семьи, Дмитрий Донской в православии считается покровителем брака. Дмитрий Донской. Что сделал? Чем же Дмитрий Донской заслужил себе звание святого? Если кратко, то житие Дмитрия Донского выглядит так. Он был сыном князя Иоанна Красного и княгини Александры. Родился 12, 20 октября 1350 года. В воспитании будущего князя принимал самое деятельное участие преподобный Сергей Родонежский. К слову, именно Сергей Родонежский впоследствии присоветовал князю Дмитрию выбрать в жены дочь Суздальского князя Евдокию. Дмитрий вырос на рассказах о славных предках, Александре Невском, Даниле Московском и других князьях Руси. Ключевым событием его биографии, несомненно, является Куликовская битва. Она произошла в сентябре 1380 года, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Силы татар намного превосходили силы русичей. Однако князь Дмитрий был уверен, что с Божьей помощью они победят. Сам он в сражении участвовал наравне с простыми ратниками. Началась битва поединком монаха Александра Пересвета, который принял вызов на бой от татарского богатыря Челубея. Воины нанесли друг другу по удару в полную мощь и оба упали замертво. Выиграть бой князю помог засадный полк под командованием воевода Дмитрия Боброка и князя Владимира Андреевича Храброго. Использовать полк была идея князя Дмитрия, а люди религиозные верят, что еще и помощь ангелов, архистратига Михаила, страстотерпцев Бориса и Глеба, а также княжеского покровителя Дмитрия Солунского. Так или иначе, татары бежали, бросив обозы. За эту победу великий князь Дмитрий стал именоваться Донским, так как битва произошла между реками Дон и Непря-2. Умер князь Дмитрий от тяжелой болезни в 1389 году. Он похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля. Канонизировали его в 1988 году. Дмитрий Донской. Дети с Евдокией князь Дмитрий прожил в браке 22-го года. У них было 8 сыновей, двое из которых умерли в раннем возрасте, и 4 дочери. Дмитрий Донской. Интересные факты как уже отмечалось. В православии Дмитрий Донской считается покровителем брака. Однако Евдоки он до брака и в глаза не видел. Это был брак по расчету. В выборе супруги помогал Сергей Родонежский. Союз с Суздалем должен был помочь Москве укрепиться с нижегородской стороны. На момент брака ему было 16 лет, а невесте – всего 13 лет. Многие считают, что своей необычайной гармонии этот брак во многом обязан кроткому нраву князя Дмитрия. Миролюбие он унаследовал от отца, прозванного за дипломатичный подход Кроткин. В последствии эту черту характера ему помогли развитие его наставники – митрополит московский Алексий Игумен Сергий Родонежский. Дмитрий Донской сделал Москву белокаменной. Именно в период его правления был построен первый каменный Кремль. Дмитрий Донской скончался молодым. Ему не было и 39 лет – всего через несколько дней после рождения своего младшего сына. Дмитрий Донской – лодка с 2007 года на атомной подводной лодке Дмитрий Донской, внесенной в Книгу рекордов Гиннеса как самая большая в мире, открыта выставка музея и заповедника Куликово поле. Дмитрий Донской, о чем молится перед иконой Дмитрия Донского православный и просит о помощи в создании крепкой семьи. Также считается, что икона Дмитрия Донского помогает в защите дома от нежелательного вторжения. Кроме того, Дмитрию Донскому молится о разрешении политических проблем, делах государственного устроения, для урегулирования военных конфликтов. Дмитрий Донской, молитва о святой угодниче Божий, праведнее Дмитрия. Подвигом добрым подвизався на земли, восприял Йоси на небесе хвенец правды, и гужу готовал есть Господь всем любящим его. Тем же взирающий на святый твой образ, радуемся при славнем скончании жительства твоего и чтем святую память в твою. Ты же, предстоя престолу Божию, прииме моления наши ко всемилостивому Богу принеси, а и же простите нам всякое прегрешение и помощи нам стать и противу кознем дьявольским, да избавльшись от скорбей, болезней, бед и напасти и всякого зла, благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстательствам твоим, ащи недостойнее смы, видеть и благая на земле живых, славящие единагого святых своих славе Мага Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во веки веков. Аминь. Аминь.